Мы доехали до маяка, но от него свернули в другую сторону немножко и сейчас у нас будет морская прогулочка. 600 рублей с человека. Дети до 5 лет бесплатно. Вот набираются люди на лодку. Вроде уже полный комплект, и мы отправляемся. Мы отправились до прогулочки. Да, и водичка прозрачная. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. 2010 года, 17 декабря, длина убила 120 метров, перевозил он 5,5 тысяч тонн черного маркерованного метра, для изделия кипажа 15 человек сужая, судно, когда село на мель, изначально ему порвало правый борт, судно набрало воды, осталось стоять на мель, но еще в целом состоянии, пока он достоял, его успели разгрузить, и уже после разгрузки его с кормами порвало на две части, то есть это корма метров 150 метров сюда, там образование, а там лежит кормом земли между сторонами, что пыло притянуло сюда, здесь глубина 4,5 метра. А вытаскивать не кто здесь? Все, наверное. Не только стоит. Ну, да. Это, кажется, два сентября. Да. Да. Маяк 1816 года постройки, мы 24 года, ни единого капитального ремонта ему не проводили, чисто косметика, побелка столба, покраска купола, замену оптики проводилось здесь 3 раза, Маяк действующий луж бьет на 15 морских вид, высота его 36 метров, построен он из яичного раствора и из германских камней. Германских камней, это такой известняковый камень, и же флот не тяжелый. Внутри в нем идет винтовая лестница, 142 ступени над окном полка, дополнительно плюс 11 дополнителей, уже непосредственно в самой лампе. в Севастополе на месте Кашумы стоит в вашем краб близнец. Так, вызывается... Опа! Так, место называется Красный Крыс, Звали его так из-за агент-то стал, Сверху он урастал от аркулата, это и свистня Киквина, порода самой крепкой. Придет она отсюда до маяка, пойдем дальше, будет пико-белая, свистня в руках, а порода взлала, старая, белая, белая, и справа он не полностью, а вот, а вот, а вот, а не так сюда. Правда? Вот. Ого! Ого! поехали обратно едем обратно что ты переживаешь? пещера, ты посмотри, люди там живут в пещере у них вон белевишка, слушайте двухкомнатная пещера это если когда не находишь жилье когда мы катались, катались, помнишь? не могли найти где жить вот сюда можно приезжать хочешь так жить? а сколько здесь глубина? 3? да, глубоко да, наверху статуя называется она мыслитель Тарханкута или сердце Тарханкута мыслитель Тарханкута мама, знаешь, что мы там были? да надо будет сделать танк залезть на него, засунуть голову в дырку задать себе желание если голова запряла желание ваше тогда вам подарит ну, не сейчас заниматься так, место называется Белый Бус офигенно, очень красивое место тут уже начинаются белые звезды пойдем дальше пойдем дальше тут, здесь, кстати, постичнее посыпается, а главная высота позволит немного сорваться вот эти вот слева черные острые танки называют пляжем Льоги это, конечно, для оборота все превышают себя запрещено ль livwith качество русские сгены Аминь вы слышите нее? инфициант я понимаю, это насколько 鼻 Мы сюда не пойдем Ну да Туда обычно Мы сюда не пойдем А входят? А входят когда не идут? Да Валерий Валерий Вот метр шестьдесят Да Ой Внутри она расширяется В отвертке Она вот конца там У нее есть Так Смотрите на правую сторону, вот эти темные камни видите, а левая часть уходящая в море, это лежит медведь на спине, мордой вверх и далее. Точно на медвежонку похоже камни, как будто медведь лежит, вот голова, ручки. Это часть большого камня, смотрите, это корабль, видите, он идет на айсберг, этот архангутский Титаник типа называется, конечно, но судьба тут будет другая, этот айсберг упадет быстрее, чем Титаник Затоник. И этот айсберг, а не стоящий на ножке, справа сверху он превращается в птичку, видите, птичка смотрит в сторону берега. Место называется Большой Атлеш, самому слову Атлеш древнегрекистую мальчадь, водится этот агон, то есть древнегреки здесь наверху когда-то шли огни, это были маяки для мимо проходящих судов и кораблей, также они здесь ловили рыбу, рыбу здесь продолжают, даже по способу древнегреков, в методике лова не изменилось. Рассказываю вкратце, как ловят, ловят в основном здесь кефаль, ели кефаль кто-нибудь. Да, конечно. В общем, смотрите, вот сеть называется Анатузем, проходит от стопол по дну до стол, наверху два балкона, в этих балконах сидят рыбаки, наблюдают, если от рыбы заходит на сеть, все визуально видно. Все хорошо, друзья. Они барабаны подпишут, поднимают сети по очереди, рыба идет с моей травы, до берега, в ту бутюр, и заходит потом идет сюда к нам, поэтому ближний край к нам поднимают, где-то навевают, от рыбы, поднимают до армия, все это в лапки, и по сети, походят ялики, вот, у меня есть с утра, с рыбы, и они поднимают рыбу вверх. Наверху здесь, в диктенарии, в ресторанах, Дэн, Тайв, Сентер, Плесок. Уже такого никого нет. Смотрите, он самый левый край скалы, 500 человека в профиле. Видите, закрытый глаз, нос и рот немножко приоскрыт, называется маска Эфиопа. С правой стороны, вот из мультика, Маугли, Мудрый Кагал. Возьми, дыра глаз, полоса, разрезу, пастик. Скала стоит на 5-ти галлонах, чтобы проходить мимо. Увидите, смотри, там нет, это дыр. Мудина. Здесь глубоко, да. Нормально там сидит. Парень, который белый. А вот здесь, у меня же они попались. А вот сюда приезжаем. Это он вот идёт, да? Да. Здесь все там, по-моему, приезжает здесь. Да, смотрите, вот где у нас плазмонончик, на ту сторону, где мы были. Вот здесь нет, там постоянно идёт куда-нибудь. Или до верха. Дальше, Кровь-Меттуна. Вот это вот часть. Называется Кровь-Меттуна. То есть отсюда под водой можно поднорнуть. Да, сейчас остаток есть. На этой черношке, по-моему, тогда не проходит. Серьезно? Да. Ну, всё. Я хочу в Коскорняя. Да. Проблема с лёвом. Смотри, проход. Да. Эй! Эй, нет! Не-не-не! Я не хочу! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мы сейчас отсюда выплывем. Смотрите, сверху вот там пылка подрывает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok